Книга «Открытым оком», тема Святая Библия, 10-й том, вопрос 2383. Псалом 50, 20-й по 21-й стих. Облагодельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь Твоих тельцов. А разве без возведнутых стен жертва неблагоугодна? О каких стенах говорится? О каком и чьем алтаре идет речь, если слово «твой» пишется с маленькой буквы? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. Без стен и жизни нет нормальной. Враг с любой стороны может ворваться и погубить, сжечь и пленить. При принесении жертвы нужно благодарное за все сердце, покой на душе, праздничное настроение. Но когда нет стен, ты только озираешься из-за каждого куста выстрел от террориста. Возвратившись из плена, все силы бросили на восстановление стены. Так подробно перечисляется, кто и сколько и где чинил стену. И это вошло не только в аналы страны, в ее историю, но и в Библию навеки. Ниеме 1.3 И сказали они мне, «Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии, в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Ниеме 3.27 За ними чинили фикойцы на втором участке, от места напротив большой выступающей башни от стены Офела. За нарушение закона Божия, за отвращение от единого Бога и Еговы, Создатель наводит беды, и одной из самых страшных наказаний Бог угрожает убрать стену, разрушить ее. Второзаконие 28.52 И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которые Господь Бог дал, твой дал тебе. Иеремия 5.10 Восходите на стены его и разрушайте, но не до конца. Уничтожьте зубцы их, потому что они не Господни. Плач 2.8 Господь определил разрушить стены через Иона, протянул верфь, не отклонил руки свои от разорения, и истребил внешние укрепления, и стены вместе разрушены. Иезекииле 26.9 И к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. 4 царь, 25 глава, 10 стих И стены вокруг Иерусалима разрушила войско халдейское, бывшую начальника телохранителей. Стены дороже домов, которые идут на починку ограждения. Исайя 22.10 И отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену. Исайя 22.10 И отмечаете дома в Иерусалиме, и разрушаете дома, чтобы укрепить стену. Алтарь, конечно же, Божий, у вас просто опечатка, там обязательно даже стоит большая буква. Стихотворение Там обрящутся страдальцы всех столетий. Аллилуйя огласят окрестность, оживут иссохшие скелеты. Почему не разнесет до праха сборище и епископский сенот, вплоть до папы и до патриарха, тех, кто не обуты, кто без ног. Отступившие от слова и еговы, легче пустоты бесплодная пустыня, кто обрящет мир под их покровом, вере малой вовсе не остынет. Год за годом не видать приплода, где не высеяно, не оплодотворилось. Хлеб евангельский был спрятан от голодных, не орлы под чернотой воскрили. Крестный ход слепой круговорот, он несет слепых, умерших, глупых. Каждому заклеили здесь рот, можно умереть с тоски и скуки. Словно щепки от умерших слепки, их несет на выжженной стране. Жизни признаки здесь невозможно редки, ход традиций умерших корней. Ждешь весну от спячки пробуждения, воскресенье от слова и еговы. В храм зайдешь, несет там деньги, деньги, в эпирхиальную воронку, в их утробу. 2004 год. Игнатий Тихонович Лапкин.